Обзор по паре доллар-иена, часовой график. За прошедшие три торговые сессии и котировки данной валютной пары продолжает боковое движение между сопротивлением 115.47 и, можно сказать, минимумом вчерашней торговой сессии 114.50. Следует также отметить ситуацию на четырехчасовом графике, которая за последние две недели 10 торговых сессий продемонстрировала активный рост с минимума, соответственно, уровня 111.67 и достигнув на прошлой неделе локального максимума в районе ценовой отметки 115.47. Столь активный рост, безусловно, был спровоцирован спекуляциями по повышению процентной ставки, сильными данными с рынка Соединенных Штатов, занятости Соединенных Штатов и, конечно же, экономическими прогнозами ФОМС, которые сегодня будут околошены в 20 часов. Считаю, что новая информация вероятнее всего не поступит, то есть прогнозы со стороны Комитета США по открытым рынкам останутся на прежнем уровне, то есть уровне еще январских прогнозов и трехкратное повышение процентной ставки в 2017 году останется на повестке дня. При всем при этом рынок же в среднесрочной перспективе, скорее всего, продолжит свой рост именно по причине усиления американского доллара, чему, в свою очередь, будут способствовать те самые повышения процентных ставок в 2017 году. Но в краткосрочной перспективе нескольких сессий я ожидаю, что на данном рынке продолжится коррекция, которая достигнет, скорее всего, к окончанию торговой сессии сегодня, как минимум уровня поддержки 114.09 и не исключено более низкого значения 113.64. Ввиду чего рекомендую сегодня сохранять ранее открытые сделки на продажу со вчерашней торговой сессии, а тем, кто не успел это осуществить, заключать сегодня сделки от цены близкой к соответственному сессионному максимуму и с первой фиксацией при достижении поддержки 114.09.